Вы наверняка слышали выражение «бесплатного сыра» не бывает. Верно? Это значит, что невозможно получить что-то просто так. В конечном итоге, кому-то придется заплатить. Кому-то придется заплатить за это. Такая фраза, как «бесплатного сыра» не бывает, действительно отражает реальность того, что кому-то придется заплатить. А мы, произнося эту фразу, подразумеваем, что чистой благодати не бывает, что не бывает незаслуженной милости, как не бывает и незаслуженного дара. Согласны? Большинство деловых отношений строится по принципам «Я почешу спину вам, а вы мне». «Я дам вам то, что нужно вам, а вы то, что нужно мне». «Вы сделаете приятное мне, а я сделаю приятное вам». Но кому-то придется заплатить. Скажите со мной «кому-то придется заплатить». В реальности фраза «бесплатного сыра» не бывает, возможно, сдерживает любителей жить за чужой счет. Однако, когда речь идет о спасении, кто-то уже заплатил за него. Сегодня я расскажу вам о действительно бесплатном сыре, который дарует вам вечную жизнь. Откройте вместе со мной восьмую главу римлянам. Мы прочитаем с 28 стиха до конца. В этом отрывке я покажу вам три вещи. В 28 стихе мы видим, что этот бесплатный сыр будет поддерживать и питать вас всю вашу жизнь, всю вечность, даже когда вы едите неполезную или ядовитую пищу. Во-вторых, в 29 и 30 стихах я покажу вам, что вы никогда не сможете получить этот бесплатный сыр своими силами, даже если проживете миллион лет. В-третьих, Бог сам гарантирует, что никто не съест ваш сыр. Итак, первое. Божий бесплатный сыр будет питать, поддерживать и хранить вас, какую бы нездоровую или ядовитую пищу вы не съели. Об этом говорит 28 стих. Римлянам 8, 28 называют «великолепным стихом Писания». На самом деле, это самый великолепный стих во всем этом послании. Однако, это также самый неверно понимаемый и неверно цитируемый стих во всей Библии. Для истинных верующих этот стих как мягкая подушка, на которой отдыхают многие уставшие верующие. От его великолепия захватывает дух, его щедрость ошеломляет, его важность не знает равных. Здесь апостол Павел пишет «мы знаем». Люди часто пропускают эти два слова и читают далее. Но эти два слова очень важны. Скажите со мною «мы знаем». Он говорит это, основываясь на полной уверенности верующих в том, что Дух Святой уже подписал все бумаги о нашем усыновлении. Они постоянно, они навсегда. На основании того, что наши имена записаны в книге жизни, кровью Иисуса Христа, мы знаем, немало не сомневаясь, что Бог устраивает все наши обстоятельства, и плохие, и хорошие. Никогда не называйте плохие обстоятельства хорошими. Плохие значит плохие. Не одухотворяйте их. Бог берет их и соединяет в одну картину. Мы немало не сомневаясь, знаем, что Бог берет наши глубокие разочарования и превращает их в божественную радость. Мы знаем, немало не сомневаясь, что Бог берет все плохие, болезненные и обидные ситуации нашей жизни, перемалывает их в своей суверенной мельнице, и в результате получается благословение. А далее Павел пишет так. «Мы знаем, что все». Скажите со мною абсолютно все. Все значит все. Давайте скажем это вместе. Вы понимаете, это глубокая истина. Написав «все», Павел имел в виду «все». Не отдельные вещи, не хорошие вещи, не счастливые времена, не удача или везение. Нет, абсолютно «все». А далее написано, что «любящим Бога все содействует ко благу». Все. Бог непрерывно действует для тех, кто его любит. Бог активно действует для тех, кто любит его. Пожалуйста, не цитируйте этот стих неверующему человеку. Этот стих «для тех, кто любит Бога». Для кого? Для тех, кто любит Бога. И люди зачастую говорят «все, что не делается, все к лучшему». Или «все будет в порядке». Нет, и еще раз нет. Все содействует ко благу только тем, кто любит Бога, и призван по его изволению. Здесь нужно сказать «амень». Это не обетование для неверующих. Оно только для тех, кто по-настоящему любит Иисуса. Я приведу вам один пример. Иов доказал свою любовь к Богу своей верностью, хотя у него не было ни Библии, ни проповедника, ни даже библейского учения, и Бог допустил. А в жизни Иова страшные обстоятельства. Иов был испытан Богом самыми страшными обстоятельствами. И Бог благословил его вдвойне. Когда Даниил молил Бога о безопасности, Бог сошел и закрыл пастель вам. Сидрах, Мисах и Авденага так любили Бога, даже на пороге смерти, что сам Бог появился в пламени огня. Помните, что Он не спас их из огня. Он вошел в огонь вместе с ними и не дал им сгореть. Божественный вечный Сын Бога повиновался Отцу до самой смерти на кресте. Отец могучей рукой воскресил его из мертвых. Отец назвал его Господом всего. Отец заставил могилу уступить дорогу славе. Ослужайте меня все те, кто любит Бога. Сатана хочет причинить вам вред. В этом можно не сомневаться. Каждый раз, когда он захочет причинить вам вред, Бог обернет этого блага в благословение. И вот оно первое. Бесплатный сыр Бога питает вас. Даже когда к вам попадает ядовитая пища и похлебка. И второе. Бесплатный сыр от Бога. Это то, что вы никогда. Слышите? Никогда. Никогда. Даже за миллион лет вы не сможете получить сами. Об этом сказано в 29 и 30 стихах. В Писании нет двусмысленности. Слово Божие недвусмысленно говорит о том, что мы не можем спасти себя сами. Оно недвусмысленно говорит о том, что спасение и искупление — это Божий дар для нас. Те, кто проповедуют двусмысленно, а их, к сожалению, все больше, либо обманываются, либо кем-то обмануты. Мы не можем совершить свое спасение сами. Мы не можем заплатить за свое спасение. Мы не можем хвастаться своим спасением, ибо это Божий дар. Это действительно навеки бесплатный сыр. Прочтите 29 стих 8 главы. Некоторые ученые назвали этот стих «золотой цепочкой Писания». Как и в любой цепочке, стоит убрать одно звено, как распадется вся цепь. В этой золотой цепочке важно каждое звено. У каждого звена своя цель. Знание, предназначение, призвание, оправдание и слава. Это одна цепь. Некоторые люди в церкви путаются в этой сфере. Они говорят, да, я верю в Библию во всей ее полноте. «Ну, у меня проблемы с пониманием предназначения. Что это за предназначение такое?» Теперь давайте поговорим об этом. Возлюбленные, единственный источник избрания и предназначения — это любовь Бога. Его божественная любовь неизменна. Да, мы принимаем решение следовать за Иисусом. Но вы знали, что Божье решение о вашем спасении было принято прежде вашего решения? Это Божья цель и Божий план. Это Божья радость, чтобы верующий был спасен навечно. Спасен не так, чтобы на завтра потеряться. Нет, не знаю, как вас, но эта истина не только поставила меня на колени. Я пал на свое лицо. Я стоял пред Богом в благодарности от признательности и восхищения. Подумайте об этом еще до начала времен. Бог знал вас лично по имени. Еще до начала времен. Бог хотел, чтобы вы были спасены навечно, навсегда. После многих лет в служении, я абсолютно убежден, что только гордость человека и его высокомерие могут сказать «Мое спасение». Это мое партнерство с Богом. Правда? Хотите сказать, что приравниваете свое принятие спасения от Бога ко Кресту? Иисуса Христа? Неудивительно, что уже целое поколение не говорит о грехе. Не так ли? А они называют это просто ошибками. Мы все совершаем ошибки, так что все в порядке. Бог дал нам спасение. Он оставил славу небес и стал эмбрионом в утробе девственницы. Он рос в нищете. Он совершал чудеса для неблагодарных людей. Затем он умер смертью преступника на кресте. Он восстановил справедливость Отца. Ни один из нас, и даже все мы вместе взятые, не смогли бы это сделать. И Христос понес наш грех на своем безгрешном святом теле, совершенном теле. Христос подарил мне спасение. Какой же должна быть моя реакция? Да, я рад, что помог Богу. Я рад, что протянул руку и принял спасение из рук Бога. Я рад, что был ископлен. Нет, и еще раз нет. Я смиряюсь и понимаю, что я в долгу перед Богом. Я благодарен Богу всем сердцем. Но вот другая часть проблемы. Я всегда говорил вам, что крайности ведут к проблемам. А вот другая крайность. Сегодня она чаще всего встречается среди молодых проповедников. Они принимают эту благодать как должное. Они даже полагаются на благодать Бога. Помните, псалмопевец говорил о том, что Бог освободил его от греха самонадеянности? Эти люди рассчитывают на Бога. Знаете, Бог избрал меня. Бог то и Бог все. Теперь я могу расслабиться в блаженной уверенности и ничего не делать. Бывает даже хуже. На мне Божья благодать? Можно смело грешить? Нет, возлюбленные друзья, это тоже ересь. Первая ересь — человеческая гордость. Вторая — это апатия. Есть люди, которые, читая Слово, конкретно место об избрании и предназначении, говорят так. «Если Бог меня предназначил, если Он меня избрал, а не я его...» Должно быть, Он предназначает людей для ада. Вы внимательно слушаете меня? Это важно. Конечно же, нет. Это ложь. Знаете, почему? В Писании нет ни единого стиха, где сказано, что Бог предназначает людей для ада. И в Ветхом Завете, и в книге, и из Икиилии, и в Новом Завете, и во всем Писании говорится, что Бог жаждет, чтобы люди покаялись. Это Его желание, жажда, чтобы никто не погиб. Также, Слово Божие говорит, что я не могу быть безразличным к своему спасению. Я не могу быть равнодушным. Я не могу просто сказать, «Как здорово! Он спас меня! Отлично!» Поэтому в послании к филиппийцам сказано со страхом и трепетом «Совершайте свое спасение». Это-то что значит, что Бог дал вам дар, и вам лучше быть благодарными Ему день за днем. Живите достойно этого имени. Живите достойно этого призывания. Вам лучше быть послушными. Я не могу жить в блаженной уверенности и принимать этот дар как должное. Я должен искать его силы каждый день, чтобы жить в послушании. Если вы приняли дар вечного спасения, расскажите об этом другим людям. Аминь. Аминь. А вот что должен совершить с нами Божий бесплатный сыр. Он дал нам то, что мы не смогли бы получить сами, даже за миллион лет. Нам нужно рассказать остальным об этом бесплатном сыре. И первое. Этот бесплатный сыр питает и поддерживает вас всю вашу жизнь и всю вечность. Второе. Этот бесплатный сыр дает вам то, что вы никогда не смогли бы получить сами, даже за миллион лет. Третье и последнее. Бог тот, кто может заверить нас в том, что никто и никогда не сможет съесть этот ваш сыр. Откроем 31 стих. Что тут еще сказать? Что еще сказать? Что я могу еще сказать после этого невероятного знания о Божьем даре и Божьей благодати? Мне остается сказать только одно. Если вы спасены, никто не сможет отнять у вас спасение. Если Бог за нас, кто против нас? Скажите со мной. Если Бог за нас, кто против нас? Вот другой перевод. Я сочувствую. Человеку, который думает, что сможет отнять у меня спасение. Не забывайте об этом. Павел не говорит, что у нас нет настоящих грозных врагов, вооружающихся против нас. Они рядом, поверьте. Они рядом. Многие из наших зрителей по всему миру и многие сидящих здесь знают, о чем я говорю. Да? В 35 стихе есть перечень этих врагов. Нас преследует неверующий мир. Скорбь или голод — тоже сильные враги. Смерть была побеждена, но не уничтожена. Наряду с властями и силами тьмы — это одни из грозных врагов. Все это верно, но это лишь часть реальности. Все эти вещи масштабны и сильны. Порой они могут нас пугать и казаться очень страшными, но все они ничто по сравнению с силой того, кто живет внутри нас и кто за нас. Они ничто. Эти злейшие враги напоминают мне о полном великане ростом выше двух метров. Он заходит на боксерский ринг, туда же. Приходит профессиональный боксер, который может сразить его одним ударом. Первым же ударом. Никогда не забывайте, что Дух Святой, как профессиональный боксер, поэтому тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Аминь. Кто может обвинить избранных Божиих? Кто обвинит нас, когда Бог сказал, что это дар? Кто может обвинить нас, когда Бог говорит, что ныне нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, любовь Христа к Его избранным настолько сильна, любовь Христа настолько постоянна, любовь Христа настолько неизменна, любовь Христа вечна. Но вот в чем проблема. Возможно, вы встретите человека, который долгое время ходит в церковь, называет себя христианином, но совершает страшные поступки. Кто-то скажет, вот видите, люди могут потерять свое спасение. Спасение можно потерять. Видите это? Этот человек не потерял свое спасение. Начнем, пожалуй, с того, что он никогда и не был спасен. Возможно, он просто находился среди христиан. Я встречал такое. Эти люди никогда не были спасены и рождены свыше, они просто общались с христианами. Потом они плохо о них отзываются. Им нравится казаться христианами. Послушайте, что написал Иоанн. В 1-м послании, 2-й главе, он говорит, «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Они не были спасены. Они просто были похожи. Они были имитацией, подделкой. Истинных верующих ничто не отлучит от любви Божьей во Христе Иисусе». Это говорю не я, это написал Павел. Это Слово Божие. Откройте еще раз 35-й стих. Здесь перечислено 7 сильных вещей, которые действительно могут бросить вызов в нашей вере. Любая из них может бросить серьезный вызов в вашей вере, но они потерпят неудачу. Они потерпят неудачу, потому что никто не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни голод, ни нагота, ни опасность, ни меч, ни смерть, ничто. Возможно, вы думаете, что чего-то лишились из-за своего непослушания, и у вас ничего толком не получается. Возможно, вы думаете, что слишком сильно согрешили перед Богом, и Он вас не простит, или что вы даже не заслуживаете прощения. Если вы так считаете, то вы в хорошей компании. Точно так же чувствовал себя Петр после того, как отрекся от Иисуса. Возлюбленная, правда такова. Иисус готов принять и сказать вам, «Я никогда тебя не оставлю. Тебя покрывает моя праведность, моя кровь омывает тебя. Мои благодати для тебя достаточно, моя милость велика». Все, что вам нужно сделать, вернуться домой и сказать, «Отец, прости меня». «Отец, прости меня». Возможно, кто-то из тех, кто сидит здесь, или кто-то из зрителей никогда этого не делал. Вы не понимали, что такое любовь Бога. То, что вы смотрите эту программу, не случайно. Бог привел вас со своей целью. Возможно, вы в первый раз скажете, «Отец, прости меня». Возможно, вы знали Господа, но потом ушли от Него. Это не важно. Вы можете вернуться домой сегодня. Провозглашаю бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом.